Он один из известных джазовых музыкантов-саксофонистов. Он модный фитнес-тренер. В конце концов, он один из лучших холостяков Беларуси. Павел Ракелян, здравствуйте. Добрый день. Но вы в последний месяц-полтора стали еще и особой приметой протестного Минска. Не женское лицо протеста. Ну, может быть, в некотором роде, да. Ибо, что лицо, можно жить старик и притянув добра наш панель и добра наш панель. Простое звуки, простое речи, простое слои, простое речи. Зачем вы это делаете? На что вы живете, если вы все время поете и играете для людей, которые выходят на улицы, во дворы? Дело в том, что я считаю, что в нынешней ситуации, которая в Беларуси сложилась, то есть я стараюсь держать руку на пульсе и понимаю, что людям очень тяжело исключительно, вы знаете, настраиваться на постоянную борьбу, идти туда, где плохо, туда, где тяжело, туда, где бьют, туда, где могут арестовать. Мне должны получать какие-то плюшки. Я считаю, что, наверное, концерты музыки – это одно из немногого, что могу я сделать, чтобы вот эти плюшки прийти к дворам как бы раздавать. Моя дочка в усадочку Ружу-Ружу палец, Ружу-Ружу палец, Белый русский палец, Ружу-Ружу палец, Белый русский палец, А живу, у меня есть там некоторые накопления, поскольку я холостяк, у меня нет детей, вот, и плюс продал кое-что из музыкальных инструментов, я, благо, за несколько лет у меня там поброс в большом количестве, это помогает пока существовать. Я, конечно, послушала то, что вы играете, то, что вы исполняете, и мне показалось, что все, что вы делаете – это песни протеста, вот песни «Карабас-барабас», но это же про Лукашенко. Зовите меня гадким. Да, я готов на гадости. Ох, я готов на гадости. Ох, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать своей великой радости. Но лишь бы все захапать своей великой радости. Своей великой радости. Своей великой радости. На самом деле мы поем песни, очень много песен отрицательных персонажей, песни, которые вы смеете отрицательные черты. Их же они универсальны во все времена, а сегодня у нас в Беларуси есть такой персонаж, который объединился, и все эти отрицательные черты, поэтому они прямо очень актуальны все, как на Патрон. Будут вас кусать, пить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке усаты бармали. Наша цель приезжать не в самые раскрученные места, но, грубо говоря, где уже сформировалась полностью своя ячейка. Это как бы уже знаковые места, мы постараемся отыграть там, где еще не сформировалось, где можно немножечко помочь, подтолкнуть к этому спору, к этому общению. Но у вас же наверняка бывало так, что приходили сторонники Лукашенко, говорили, прочь, идите, агенты госдепа, играйте там свою, я не знаю, буржуазную музыку, нет? Да нет, я, наверное, за все это время, что мы ездим, и я всего трех или четырех людей встречал вот на этих концертах, которые выглядели под... Никто нас не гнал, но это были такие уже, я не знаю, это провокаторы, либо просто алкаши какие-нибудь, не знаю, да, то есть люди, которые в общем и целом недовольны всем на свете. Но таких бесед во время концертов у меня не случалось. Вот наблюдая полтора месяца за белорусским протестом, наблюдая эти женские лица, прекрасные совершенно, наблюдая здесь, в Берлине, когда мы ходим поддержать белорусский протест, мы действительно видим, что у белорусского протеста женское лицо. И несмотря на то, что выбивает очень много женщин, Тихановская уехала, Бори Колесникова в тюрьме, Цепкало уехала, тем не менее это женский протест. Почему? Что Белоруссия женская страна? Вы знаете, по этому поводу есть вообще несколько теорий, в том числе, наверное, одна из самых знаменитых, что в Белоруссии большинство боеспособного населения вытащили войны, вот такие вот многосотлетние, и остались вот так раз какие-то потомки партизан, которые лишний раз не высовываются, а женщины их по привычке защищают. И, наверное, я не буду скрывать, я тоже, наверное, в некотором роде сексистом и шовинистом, но за последние два месяца я очень сильно пересмотрел свою позицию, потому что я и сидя истинно считаю, что настоящее золото Белоруссии на сегодняшний день это женщина, вот настоящий тот ресурс, который бесценен. Ну, все-таки, если вернуться к музыке, вы сказали все-таки, что это плюшки, ну, не знаю, потому что песня вашего коллеги Левона Вольского «Три черепахи» знает каждый белорус, знают вообще здесь все, и это же не плюшка. Получается, это неофициальный гимн Белоруссии. А вы давайте немножечко поближе, там такая сцена очень импровизированная, нам главное быть вместе, быть ближе, да? Голи выйдешь в город, ты залезешь в горы, из друзей устаюешь контакт, разумеешь, да, ты, что и синяя, и черная, жениться на тумбе, да? Героя! Эй, ла-ла-ла-лай, бини, Чакай, Чакай не достала! Эй, ла-ла-ла-лай, бини, Чакай, бини, Чакай! Все-таки, что ни говори, музыка, то есть даже на войнах, во время бомбежек, да, то есть звучала музыка для поднятия боевого духа. Это тоже очень важно, да. Я знаю, что в свое время у вас были какие-то проблемы с получением паспорта из-за бороды, как бы официально из-за бороды, я уж не знаю, официально не из-за чего, но как-то... Официально? Из-за бороды. Хорошо. Почему-то лица не видно, потому что борода, поэтому вам не положен паспорт. Хорошо. А теперь, когда вы совершенно очевидно принимаете участие в протесте, большой мужчина, который еще и музыкант, заметная личность, да, какой-то такой бременский музыкант, у вас есть какие-то, возникают какие-то проблемы? Вас куда-то не пускают, что-то отменяют? Вы знаете, мы на самом деле все эти проблемы проходили. Вы наверняка знаете, что в Беларуси были черные списки, они там довольно долго длились. Но вот в крайние два месяца я сам полностью отменил всю такую, ну, скажем так, гражданскую работу музыкальную. Я просто не могу там играть корпоративы или играть там концерты, как будто ничего не происходит, когда происходит на самом деле одно из самых важных событий в истории Беларуси, в принципе, да. Поэтому не могу сказать, что я сейчас столкнулся с какими-то большими проблемами. А те, что есть, они, наверное, сейчас есть у каждого жителя Беларуси. То есть то за вами кто-то ездит, то вам откуда-то звонят, кто-то в каждом дворе, где мы играем, понятно, постоянно находятся Тихани, находятся ОМОН. То есть, ну, это как бы сейчас проблемы общие. Поэтому я лично пока особо проблем, каких-то сверхуголовку пока решили. Я несколько раз сталкивался с тем, что люди просят друг друга не снимать с лицами. Иногда сталкивался с тем, что просят нас, ну, нам присылают какие-то записи и просят, вы, пожалуйста, не выкладывайте там, где видны лица. Потому что вы знаете, что людей уже вызывали за фотографии или видео с этих вот посиделок во дворе, и им уже лепили административные штрафы и даже сутки. Но не все боятся, не все. То есть слушателям может прийти административный штраф или какие-то сутки, а вам нет? Что за гуманизм такой избирательный? Ну, почему? Может, в любой момент. То есть на самом деле, самое главное, что, почему я на это не обращаю внимания, тебе это все может прийти независимо от того, что сделаешь или не делаешь. Вот. А я, например, что это делал еще в те времена, когда это не было мейстримом, тебе точно приходила ответка. Ну, так было бы глупость сейчас это анализировать. Я вот эти вот конвульсии анализировать не хочу. Это вот этот вот психоз, этот идиотизм, кретинизм, это советчина такая тотальная, причем, в периодах уже, когда оно подходило к развалу. Я это не анализирую. Зачем мне на это пройти время? Захотят посадиться, хотят там, не знаю, забьются, захотят оштрафуют. Ну, на мои действия это никак не влияет на данный момент. И вас вообще пытались задержать? Да, конечно, не раз. Знаете, что, я не сидел сутки. Нас задерживали в прошлом году, когда мы пытались на День воли на улице для разрешенных концертов сыграть концерт. Сразу подъехало несколько микроавтобусов, нас задержали. В общем-то, мы думали, что будет классический там 7-15 суток. Но, на самом деле, поднялся очень большой резонанс. И, может быть, поэтому на тот момент решили нас отпустить. А у вас есть поклонники, тайные поклонники, может быть, среди силовиков? Говорят, что есть. Я лично не знаком, но какие-то приветы передавали когда-то. Ну, то есть, приветы в смысле, ребята молодцы, или передаем привет? Нет. Ну, были и первые, и вторые, но в основном передавали, что кто-то там у человека при погоне на вашем концерте им очень понравилось. Кто-то там просил, возможно ли там приобрести диск. Ну, вот так вот. Я сам стараюсь особо не дружить с этими людьми, потому что, в общем-то, мне от этого пользы никакой. Искренне общаться с человеком, ну, искренне, да, то есть, который находится в этой системе, я не могу. Вы рассматриваете возможность уехать из Беларуси, как это сейчас сделали многие очень? Знаете что, я рассматриваю эту возможность. Я, ну, понятно, человек там здравый, да, то есть, я об этом думал. Я рассматриваю ее в основном, в первую очередь, в том случае, если вдруг каким-то, там, для меня сейчас уже непостижимым образом белорусы решат этот протест, ну, сдуть, да, то есть, простят вот то, что происходит. Я с самого начала, мой народ, но я все-таки живу в Беларуси, живу здесь всю жизнь, поэтому мой народ, я знаю то, что инический Армения. Вот. Если люди будут продолжать бороться, я все время буду здесь. Здесь, ну, какой-то небольшой процент я оставляю, может, какое-то там беспрецедентное давление будет. Мне сложно сейчас ответить, как поступишь на какой-то, ну, реально в экстренной ситуации, но пока я не вижу того, что могло меня испугать настолько, чтобы оставить, ну, просто спешить. Музыкант – одна из самых мирных профессий на свете. И вот вы две недели подряд, может быть, больше играете и будете играть, но рано или поздно сила-то закончится, рано или поздно закончатся силы у самых отчаянных женщин выходить каждое воскресенье на протест, на мирный протест, а Лукашенко все сидит и сидит, сидит и сидит. Что дальше? Надо, чтобы у нас силы закончились позже, чем у них. Как это сделать? Как этого добиться? Я не аналитик, наверное, и не стратег, и поэтому то, что можем сделать мы, ну, условно говоря, в Беларуси же не один музыкант. Да, конечно, большинство боится, но все-таки уже появилась целая плеяда, кто не боится. Значит, чтобы они заканчивали силы, один сел или устал, или что-то, на его место должно сразу приходить следующее, а лучше двое. Что касается людей, именно поэтому мы должны их поддерживать, заряжать их той энергетикой, которая сильнее, чем ненависть, страх и ложь. Это какая-то вот радость, это духоподъемность, да, то, что мы, в принципе, можем делать. Поэтому, ну, я считаю, обязательно людям надо как-то свою жизнь планировать уже с учетом вот этой вот, грубо говоря, войны, не войны, а оккупацией, да, то есть где-то уметь расслабиться, где-то уметь там не поработать, где-то уметь выйти. И главное, трезво оценивать ситуацию, ведь самое главное, что если мы сейчас решим вдруг, что у нас закончились силы, то ровно на следующий день мы будем в официальной Северной Корее находиться, это будет пожизненно, это будет для, ну, не наших, ну, для наших общих, да, детей, наших родителей, наших любимых домашних животных, и уже оттуда вернуться назад нельзя будет никак. Сейчас переломный мир. Нельзя чтобы сюда заканчивается. Мы понимаем, что Беларусь и Россия народно друг другу тяготеют, но вряд ли государственно. Вообще вы как к этому относитесь? Вообще, что люди думают, что вы думаете о, в общем, Путин купил Беларусь? Я, поскольку не дипломат, я могу сказать, я считаю, что, наверное, со старта, да, вот Путин, вот как человек, который когда-то, там, первый раз инаугурировался, был там преемник Кемьер Ельцина, наверняка он не дурак, вот, но дело в том, что абсолютная власть, это, ну, это там не мои выводы, это давно-давно доказано, она очень меняет человека. Я искренне считаю, что он псих, вот, такой же, как и Лукашенко, потому что, вот это вот, знаете, уже есть это вот маниакальность, не совсем трезвое восприятие, восприятие действительности, потому что, если там у самого старта Путин общался с представителями, например, с оппозиционными, и политиками, и деятелями, и артистами, с людьми, он их слышал, да, хотел слышать. Сейчас неважно, сейчас это и есть царь, которая делает самодур, вот, может даже и всех, может даже самодур. И в моем окружении, с людьми, с которыми я общаюсь, в общем-то, никто не питает никаких иллюзий, вот, но я практически уверен, что Путина на Беларусь не хватит денег, чтобы ее полноценно купить, точнее, не на Беларусь, чтобы не хватит денег на Лукашенко, потому что слишком дорог он становится, и давайте будем считать, в России очень много своих проблем, и я даже говорю не о людях, то есть вот не об обычных людях, которых надо было бы думать, намного-много раньше начинать. Я говорю просто о лояльности, каких-то на них тоже может скоро не хватить, в России. Слушайте, у вас кухня белая-красная-белая, это случайно, нет? Случайно. Случайно, но это греет мне душу. Павел, если бы вы поймали золотую рыбку, заточенную под одну желание, и она бы сказала, знаешь что, Павел, вот у меня чистый лист, напиши фамилию президента Беларуси, какого ты хочешь, одну фамилию напиши, и я смахну хвостом, так и будет. Вы бы кого написали? Свою. Я согласна. Ну, если мы говорим о президенте, у которого будет там с такой же единой власти, если же в Беларуси, как я мечтаю, наконец-то станет полноценная парламентская республика, я бы всегда с большим удовольствием написал фамилию Павла Павловича Латушка, потому что это интеллигентный, образованный, умный и опытный дипломат, который смог бы эту страну отлично представлять на международный арене, пока все основополагающие вопросы решал бы в принципе парламент. Как это должно быть? Как бы я хотела, чтобы вы назвали женское имя? Тексист! Тексист! Даже Лилия Власова, они были прекрасными помощниками для того, чтобы помочь им просто дипломатически отписаться, хотя у них и без этого все прекрасно в связь получается. Живи, Беларусь! Спасибо, Павел! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Спасибо, Павелсь! Субтитры создавал DimaTorzok